Музыка Последнее воскресенье мая в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Украине отмечается профессиональный праздник работников химической промышленности. Для Саянска это особый праздник, ведь если большинство людей забыли химию, как только окончили школу, то в нашем городе живут тысячи людей, которые выбрали эту сложную и серьезную науку в качестве своей профессии, для которых День химика стал одним из главных праздников жизни. Традиционно в эти майские дни сотрудники Саянс-Химпласта подводят промежуточные предпраздничные итоги работы. Наступившая неделя – это канун нашего профессионального праздника, Дня химика. Резонно именно в эти дни подвести определенные итоги, с которыми наш коллектив подходит к своему профессиональному празднику. Они ведь интересны тем, что как-то более емко воспринимается роль и значимость той или иной профессии, коллектива в той или иной профессии, в общем большом деле экономического развития страны, города, района и так далее. И вот накануне Дня химика мне бы хотелось отметить, несмотря на достаточно непростые условия текущего года, Саянский плац по-прежнему сохраняет свои ведущие позиции как производитель ПВХ в нашей Российской Федерации, сохраняет с перспективой на будущее и потенциальный рынок, сохраняет практически те объемы налоговых поступлений. Они, конечно, меняются, исходя из конъюнктуры рынка, но базовые позиции по налогам в местный бюджет, региональные, сохраняются даже несмотря на кризисные явления. Нельзя вычленить в рамках достаточно сложной экономической ситуации, которую мы сегодня уже по итогам первого квартала чувствуем в Российской Федерации, да, она с отрицательным трендом, падение промышленного производства, падение ВВП. Нельзя, конечно, в этой ситуации быть острым благополучием. Мы тесно завязаны на этот рынок, на эти условия, и поэтому, конечно, определенные отголовские проблемы, которые есть в экономике страны, они имеют дело и место и у нас. Объемы производства в этом году ниже, не потому что мы не можем производить на уровне 2013-2014 года, просто не достает нам сырья сегодня. Но во всем остальном мы по-прежнему сохраняем нормальный технологический уровень, качество продукции не на йоту не упало относительно прошлых лет. Конечно, в меньших объемах, но продолжаем работы по реконструкции технических пооружений. Несмотря на курсовые разницы, наши контакты, конечно, с зарубежными партнерами существенно вздорожали, но мы продолжаем работать с нашими компаниями, с ЦФЦ, Тисенгрупп, ищем новых партнеров на востоке страны, в частности, в Китайской Народной Республике, где за последние годы серьезно подросло качество изготовления химического оборудования разного свойства. Одним словом, идет работа по анимизации тех рисков, которые экономические условия 2014-2015 года, безусловно, привнесли в нашу работу. Подводя, скажем, короткой фразой, скажу следующее. Мы продолжаем работать устойчиво, готовы к освоению гораздо больших объемов выпуска продукции при наличии достаточных объемов сырья. По этому вопросу у нас буквально уже в конце мая на этой неделе состоятся переговоры с Роснефтью. Исходя из их возможностей, будем заключать договоры на второе полугодие. Но мне хочется верить в то, что все-таки за прошедшие полгода в Роснефте ситуация, на мой взгляд, стала более стабильная, и перспективы по заключению договора я все-таки вижу неплохими. Дни химиков в Саянске ждут с нетерпением все горожане, так как последнее десятилетие стало традицией профессиональный праздник отмечать всем городом. Однако в нынешнем году он пройдет в ином формате. Мы совместно с активом нашего предприятия, руководителем, профсоюзным комитетом в этом году приняли решение проводить его в ином формате. В чем заключается этот иной формат? То есть это исключает проведение грандиозного общегородского праздника. Мы делаем акцент на проведение торжеств в наших родовых коллективах. Хотя не отступили от традиций общезаводских мероприятий, каковым у нас является вечер передовиков производства, вечер ветеранов производства. Именно с этих двух крупных мероприятий и начались праздничные мероприятия по встрече Дня химика. Вот эти мероприятия прошли у нас в Дворце культуры «Юность» с хорошим настроением, я бы сказал, с хорошей программой. Там мы вручили нашим заслуженным передовикам производства заводские и министерские награды. Присвоили звание ветеран Савянским пластом 130 новым сотрудникам нашего предприятия. Армия ветеранов пополнилась. Это золотой фонд нашего предприятия, который не только стабилизирует работу коллектива в целом, но и щедро передает свой богатый опыт тем, кто вновь устраивается для работы на нашем предприятии. А учить есть кого, потому что более 20% сотрудников Савянским пластом и его дочерних структур – это молодежь в возрасте до 30 лет. Опыт им нужен. Этот опыт наши ветераны и передовики производства вполне достойно передают новым, пришедшим только что на предприятие химикам. 21 мая в подразделении химпласта началась предпраздничная неделя, в ходе которой в производственных коллективах состоятся 10 концертов с участием саянских артистов. На этих встречах также пройдет вручение лучшим работникам почетную грамот и других наград. В эти дни по заводской сети будет проведен радиоконкурс в честь предстоящего Дня химиков.